Неделя спорта 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 будут отобраны для дальнейшей спортивной жизни университета. Будет сформирована команда спортсменов, которые представят университет на республиканских и всероссийских конкурсах. ГТО – это хорошая идея, возрождение хорошей идеи, но единственное, не надо заставлять этим заниматься. Если это идёт от души, то это всё хорошее направление. Не обходится без эмоций. Для многих спортсменов данная спартакиада имеет важное значение. Здесь ребята познают трудности, одолевают их, терпят поражение и побеждают. Например, студенты из команды Мехмата нацелены на победу серьёзно. Не первый год в Казанском федеральном уделяется большое внимание пропаганде преимуществ комплекса ГТО. Преподаватели кафедры активно продвигают спорт в студенческие массы. Следующая сдача норм спартакиады «Готов к труду и обороне» пройдёт 5, 6 и 7 октября на стадионе «Динамо». Диана Янтимирова, Руслан Шигапов. Неделя спорта. Также хотелось бы выделить один из нормативов ГТО – стрельба. Данный вид дисциплины проводится впервые и как там всё было, расскажет Даяна Камалова. 30 сентября в Манежном зале Уникса состоялось соревнование по стрельбе в рамках ГТО среди студентов Казанского федерального. Сдача нормативов ГТО на сегодня не является обязательной. Однако проверить себя на меткость и оценить свою физическую подготовку решились как юноши, так и представительницы прекрасного пола. При этом условия для всех одинаковые. Нас ждала лазерная винтовка, все были в одинаковых условиях, никто не знал, как с ней работать. И вот, ну то есть такой кот в мешке в принципе. Стрельба в университете проходит впервые. Для организации мероприятия в зале Уникса установили специальную систему снаряжения и мишени. Пулевая стрельба производится из электронного оружия. Всего участникам даются 8 выстрелов, 3 пробных и 5 зачётных. Так, например, студенты экологического факультета были подготовлены к соревнованию и смогли выбраться в тройку лучших команд. Опыт стрельбы уже был, но не из лазерной винтовки. Это было очень неожиданно. Ну, в моём случае для меня это не было неожиданностью. Я уже сдавал ГТО, у меня есть золотой значок, я уже отстреливался. Поэтому, ну, конечно, неудобно то, что это лазерная винтовка, непривычно, но всё же было не очень так трудно. Каждому давалось по 10 минут на стрельбу и 3 минуты на подготовку. При этом волнение переполняло участников. Некоторые даже признаются, что на протяжении всего времени их не покидала дрожь в руках. В дальнейшем мероприятие планируют стать традиционным и проводиться каждый год. Даяна Камалова, Дарьяна Храбрецова, Неделя спорта. Ну что ж, мы продолжаем программу Неделя спорта. И сейчас мы будем говорить о студенческой футбольной лиге Республики Татарстан сезон 2017-2017. И сегодня у меня в студии главный тренер сборной Казанского федерального университета по футболу Руслан Юнусов. Руслан, тебе большой привет. Большое спасибо, что нашёл время к нам прийти. Ну что ж, новый футбольный сезон. Что можешь сказать о своей команде? Я знаю то, что это для тебя первый сезон у руля нашей сборной. Сам играл за сборную университета Казанского федерального университета. Сейчас возглавляю. Ожидания на самом деле большие. Команда молодая. Есть ряд опытных игроков. Я думаю, что у нас достаточно сильная сборная, чтобы бороться за первое, второе и третье место. Это наша задача. Что можешь сказать против соперников в первом туре? Как команду я на самом деле не видел их, только в позапрошлом году последний раз видел. То есть в прошлом году они, все говорят, что они очень сильно прибавили. Они заняли в прошлом году второе место. Да, они заняли второе место и в активе у них 27 очков было. Я очень сильно удивился. Видимо сборная наигралась и сплоченный у них коллектив. Будет непросто. Мы постараемся сыграть на удержание мяча, на контроле с резкими атаками. Большое тебе спасибо, Руслан, что ты смог к нам прийти, дать такой краткий, можно сказать, обзор нашей сборной КФУшной, как мы вообще готовы. Ну, в принципе, я надеюсь, что мы готовы к началу нового сезона. Да, мы готовы. И последний вопрос. Просто спрогнозируем. Какой счет будет? В матче с Энерго, да? Да. Что ждать зрителям? Давайте поставлю на самый простой, на нашу победу. На счет 2-0, я думаю. Мы вряд ли пропустим и должны будем забить свои моменты. Хорошо. А кто забьет у нас? Забьет Коплунов Владислав и Давыдов Денис. Хорошо. Ну что ж, надеемся, что прогнозы Руслана сбудутся. И в первом туре мы одержим первую победу и принесем в копилку сборной КФУ три очка. Ну что ж, я напоминаю то, что в студии у меня был сегодня главный тренер сборной Казанского федерального университета по футболу. Руслан Винусов, Руслан, тебе большое спасибо, что ты к нам пришел. Ну а мы продолжаем программу «Неделя спорта». Итак, друзья, напоминаем еще раз то, что игры сборной Казанского федерального университета по футболу в рамках студенческой футбольной лиги Республики Татарстан состоятся 5 октября на стадионе Тулпар. Играем против сборной Энергоуниверситета начала матча в 11.30. И 13 октября на стадионе Мира сборная КФУ играет против КНИТУ КХТИ. Начало матча в 10.00. Приходи болеть за свою любимую команду. Завершаем нашу программу уже, как обычно, новостями из автодрома «Казань-Ринг-Каньон». На этот раз закрытие летнего гоночного сезона. Что там было, расскажет Тимур Файзулин. Рев моторов, звуки шин и многое другое из мира автомобилей было представлено на закрытии летнего сезона 1 октября на автодроме «Казань-Ринг-Каньон», где прошла очередная ярмарка спортивных запчастей и гонка среди легковых автомобилей различных классов. На суд зрителям были представлены машины как нового поколения, так и раритетные авто. Мокрая и слегка дождливая погода, которая присутствовала на мероприятии, никак не остановила ценителей автомобильного искусства, поскольку на ярмарке присутствовало огромное количество посетителей. Многие автомобилисты могли испытать свой двигатель на мощность по крутящему моменту. Отбоя не было ни на секунду, огромная очередь машин не давала ни секунды отдыха организаторам. Посетители мероприятия могли сделать селфи с любой машиной, которую встретят, будь то Lamborghini Murcielago или BMW Z4, заканчивая никогда не стареющей классикой российского автопрома, обтюнингованной копейкой или восстановленным запорожцем. Итогом мероприятия стал кольцевой заезд для любителей быстрых скоростей. Самым быстрым оказался Александр Пасан на автомобиле Mitsubishi Lancer Evolution 8. Второе место занял Николай Брагин на Mitsubishi Lancer, а за ним Сергей Смирнов на Mitsubishi Gallant. Тимур Файзулин, Неделя спорта. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась Неделя спорта. Что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Полинсков. Вы смотрели программу Неделя спорта. Еще увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok